Это Омск здесь, и мы продолжаем. Тем, кто родился после 2014 года, могут не продать сигареты, даже когда им исполнится 18. Столь категоричными мерами Минздрав планирует отучить россиян курить. А еще в страну ограничили ввоз поддержанных иномарок, так как на них нет модуля ГЛОНАСС, а значит, ездить по российским дорогам на таких авто небезопасно. А вот идея пересчитать всех домашних кошек, чел на пасеке, даже рыб в хозяйствах вообще за гранью понимания. Елизавета Василевич изучила несколько неоднозначных инициатив, которые в ближайшее время могут стать законопроектами. Минздрав разработал радикальную антитабачную концепцию. Запрет на продажу сигарет даже для совершеннолетних может начать действовать с 2033 года. Все ради того, чтобы снизить потребление табака до 25%. Кроме того, авторы законопроекта предлагают полностью запретить курение на остановках общественного транспорта и на расстоянии трех метров от них, а также в коммунальных квартирах. А на автомобильном рынке начинается эра ГЛОНАСС. Системой вызова экстренных служб теперь должны быть оборудованы все машины, ввозимые в Россию. Это касается и новых, и поддержанных авто. В противном случае получить паспорт транспортного средства и пройти таможенный контроль будет невозможно. В теории установить блок можно и самостоятельно, но по закону его необходимо будет протестировать, а это уже проблематично. Значит, ввоз поддержанных авто в Россию будет остановлен. Эксперты отмечают также, что российский рынок покинут модели, которые продавали в небольших количествах. Маркировку домашних животных в России хотят сделать обязательной. Единую систему идентификации планируют ввести в 2019 году. Уникальные номера должны быть присвоены лошадям, оленям, домашней птице, крупному рогатому скоту, верблюдам, свиньям, кроликам, пушным зверям, а также собакам и кошкам. Владельцы должны будут снабдить своих животных идентификационным знаком с 15-значным номером, к которому будет привязана вся информация. Это могут быть татуировка, кольцо, бирка, ошейник или чип. Интересно, как это сделать рыбе из вашего аквариума или пчеле с домашней пасеки, а ведь они тоже должны быть промаркированы. Зарегистрировать животное необходимо в первые три месяца после его рождения или ввоза.